Всем большущий привет! Снова записываю влог и в планах сегодня еще записать обзор последних покупок. Влог я хочу начать тоже с покупок и таких, знаете, точнее такой покупки, прям очень для меня важной. Это просто мечта всей моей скраповой деятельности. Не сказать, что в скраповой жизни как-то это так неправильно звучит, но вот все время, что я занимаюсь скрапом, я мечтала об этой вещи. И я наконец-то ее купила и приурочила я это к Новому году. Так что это подарок самой себе и такой прям очень важный, нужный. И я вообще в восторге! Сейчас я вам покажу. Это машинка! Швейная машинка! Представляйте! Я счастлива! Блин, наконец-то у меня есть машинка. Не буду ее в кадре оставлять. Так как она большая, громоздкая, зачем? Не нужные, в общем, в кадре это совсем не нужно. Я вам покажу только вот, я уже испробовала стежки на кожзамчике. Блин, как же это круто просто, девочки! Я счастлива просто до безумия! Это, наверное, вот здесь на коричневом, это самые ходовые, наверное, у меня будут стежки. Я так мечтала о машинке электрической, именно чтобы зигзагом шить. По мне, так это вообще супер строчка. А тут еще и дополнительные вот такие зигзаги, всякие разные. А вот этот вот вообще зигзаг, по-моему, кайфушка. Вот этот вот, где на одну сторону по три маленьких стежка. Вообще просто супер! Боже, как теперь легко шьется! Я вообще, у меня столько эмоций! Я ее купила несколько дней назад, только сегодня мне выдалась возможность попробовать пошить на машинке. И это вообще обалдеть! Если я как-то упоминала, что вообще я шью до этого шила на старенькой ножной машинке. И она, конечно, вообще крутая, и ей благодарность. Она пашет уже, я не знаю, сколько лет. По-моему, она еще у моей бабушки она была. Ну, соответственно, мама всю жизнь на ней шьет. Причем не маленько, да. И потом я стала ее просто убивать шитьем бумажных изделий, да, скажем так. Все вот эти вот странички, где у меня есть строчка и так далее, все, что из бумаги, все это убивает швейную машинку. Это, по-моему, ни для кого не секрет, потому что швейные машинки все-таки предназначены для шитья тканей, ну, всяких разных тканей. Вот, поэтому я все время хотела машинку свою, чтобы мне не было стыдно, что я чью-то машинку убиваю. Конечно, мне хотелось электрическую машинку, чтобы шить легко, потому что мозоли на руках не красят девушку вообще нисколько. И вот я очень хотела, чтобы у меня были строчки всякие разные «Боже, наконец-то!» В общем, принимаю поздравления, мечта одна из сбылась, и я безумно счастлива и горда собой, что смогла себе это позволить. В общем, ну, конечно, благодаря моей работе основной. Вот, в общем, купила всем подарки и мамочке любимой, и сыночку кучу-кучу подарков, надеюсь, будут счастливы, потому что я, к сожалению, на Новый год, то есть с 31 на 1 я ухожу на работу, и они будут, семья моя, встречать Новый год без меня. Но я сегодня подготовлюсь, сегодня куплю кучу подарков для них, и, уходя на работу, положу всё под большую ёлку. У меня спустя сколько, наверное, лет 20 в нашей жизни снова появилась живая ёлка. Ну, то есть мама в моём детстве тоже старалась для меня живые ёлки ставить каждый год. И, ну, понятно, когда я подросла, это всё как бы прекратилось, да, мы ставили ёлку искусственную в целях, ну, наверное, какой-то практичности. А теперь у меня свой ребёнок, и, конечно, для него я тоже буду стараться ставить именно живые деревья. Мы, наверное, гринписовцы против таких дел, но, ну, наверное, вот я так хочу, так чувствую, чтобы ребёнок жил и видел сказку, волшебство. И, если честно, я, если получится, приложу фотку. Я в жизни таких красивых ёлочек не видела. Но это не ель, это пихта покупала в магазине, не как бы, ну, не у контрабанды какой-то, да, а именно в магазине у нас в Питере. Есть такой магазин OBI, я не знаю, есть ли он в других городах. И вот там она вообще совершенно недорогая. Я извиняюсь, что на фоне сейчас ничего не происходит, просто поболтать захотелось. Вот, что я говорила. В этом магазине OBI ёлочка пихта стоит всего 1000 рублей. Она ростом больше метра, где-то метр двадцать, и в ширину она такая же. Она прям такая классная ёлочка. Эти иголочки расправила на следующий же день. И мало осыпается, очень красивая. В общем, и будет под ней куча-куча подарков. На самом деле, первое, что сказал лев, придя с сада и увидев ёлку, не то, что, о, круто, ёлка, а залез под неё. И такое недоумение из-под ёлки. А где подарки? Ну, в общем, это было очень смешно. В общем, будут ждать мамочку и сыночка подарочки 31 часа уже с утра, у них праздник начнётся. А я пойду на работу. Вот так. Ну, ничего страшного. Что? Я, наверное, теперь расскажу о призе. Приз, который я выиграла в первом этапе совместного проекта Далой Хандру. Он, наконец-то, до меня дошёл. Ну, неделю назад я где-то получила на почте его. Это приз от спонсора Космокотики. Я его уже вскрыла, чтобы кое-что сделать. Это кое-что я вам тоже покажу сегодня во влоге. И вот давайте посмотрим, что тут у меня. Заказ я... Ну, не заказ, а призы я выбирала сама там. Сам приз это был сертификат на 1000 рублей. И вот я выбирала всяких разных надписей, шильдики. И ещё индивидуальные у меня были надписи. Смотрите, какая открыточка. Ты мой космос. Чистенькая. И сзади написано «Дарите счастье». И логотип... Ну, не логотип, а название Инстаграма тоже «Дарите счастье». Вот. Наверное, это... Ну, кто-то печатает, да, такие открыточки интересные. Вот. Я опять снимаю с лампой. Как это сказать? С искусственным светом. Потому что сегодня с утра ждала-ждала, пока же расцветёт. Думаю, чтобы не снимать. В 9 часов я уже готова была снимать. Сейчас я, кстати, даже не знаю. Наверное, часов 11. В общем-то, рассвело, но положение не исправило. Поэтому я решила всё-таки с искусственным светом снимать, чтобы хоть что-то было видно. Дальше шильдики. Вот такие прикольные. Планер серебро-золото. Я обычно такие вещи не заказывала. Но тут, думаю, пусть будет. Мало ли, вот мне захочется что-то такое минималистичное. Я всё-таки больше за такое украшение. Более интересное, более скраповое. Но мало ли захочется минимализма. То есть чистая обложка, допустим, из кожзама. И вот такой шильдик на братцах. Довольно симпатично будет смотреться. Лаконично, но симпатично. И тут у меня тоже надписи блокнот золото-серебро. И ежедневник тоже в золоте и в серебре. Запаслась. Я думаю, мне их надолго хватит. Так как я не часто их использую. И пошли надписи. Здесь Little Prince белого цвета. И, по-моему, это белая, как это сказать, плёнка. Знаете, типа бархатная что ли. Просто пока она покрыта плёнкой, я не могу рассмотреть. Ну и отрывать мне не хочется. Заказ я делала уже давненько. И не припомню, какая именно тут плёнка была выбрана мною. Ещё одна надпись. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Эту надпись я выбрала для одного своего проекта. Это будет альбом. Но я ещё не решила, где я буду его применять. Может быть, внутри даже альбома. Потому что обложка задумывается мною без каких-либо надписей. Вот. Такие две симпатичные надписи. Здесь я не могла обойти стороной тему Бохо. Хоть здесь и не круглый этот... Скажите, как это называется? Я забыла. Как же это... В общем, меня опять не вспомнить. Я помню, у меня папка была для документов с таким же элементом. Только с круглым, да. И я тоже долго мучила себя. Не могла вспомнить, как это называется. И теперь вот ловец снов. Вот. Вспомнила. В общем, здесь ловец снов в форме сердца и с пёрышками. Ну, думаю, мало ли где-то пригодится опять же. Здесь планер. Вот это точно плёночка чёрная. И она бархатная. Вот это я точно запомнила. Я хочу одну, эту надпись применить вот на этом планере, на горчичной замше. Надеюсь, что у меня получится и будет супер красиво. Дальше. Наша история для какой-нибудь свадебной работы. Допустим, может это быть папочка для свидетельства о заключении брака. Ну, и либо свадебный альбом. Тоже как вариант. Это будет красиво смотреться. Золото. В общем, симпатично. Вот эти цветочки мне очень понравились. Это тоже можно применить вообще на любое изделие. Как бы так, чтобы не отсвечило. Вот так хорошо вроде видно. И на планер, и на папку, на альбом. Куда угодно. Очень красивые цветочки. Вот это огромная надпись. Я что-то не ожидала, что она такая будет большущая. Но, в принципе, на большой альбом почему нет фотоальбом Baby Girl. Вот золотая надпись. Красивая тоже. Вот это мне тоже очень нравится. В общем, по-русски это будет звучать Я люблю тебя до луны и обратно. Она очень заезженная фраза. Но она мне очень нравится. Несмотря на то, что она заезженная, всё-таки она несёт в себе какой-то такой смысл. Глубокий. И передаёт чувства мамы к ребёнку очень точно. Как можно любить своего ребёнка. До луны и обратно. Сто процентов. Вот поэтому заказала эту надпись. Ещё пока не знаю, куда применю. Но обязательно куда-нибудь она пойдёт. И это тоже, по-моему, чёрная бархатная надпись. Вот. И здесь у меня подложечка для моих индивидуальных надписей. Вот у меня были 10 штучек вот таких вот кругляшков с инициалами. Сейчас я вам покажу, что я сделала с этими надписями. Один мне не понадобился, потому что, ну, в общем... В общем, так получилось. Не буду я уже долго расписывать. Почему? Да как? Так, в общем, вот такой огромный заказ. Это всё на тысячу рублей. Вообще очень круто, очень много. Спасибо огромное производителю, магазину Космокотики, что выбрали меня в качестве победителя. Мне приятно. Вот ещё, знаете, когда сейчас, скажем, не сразу получаешь подарок, а чуть позже, знаете, продлевается это вот ощущение победы, да. Поэтому я вообще очень рада получить этот заказик. Очень мне нравятся эти все надписи. И я вам сразу покажу, что я сделала из вот этих индивидуальных кругляшочков с инициалами. Завтра я уже пойду их дарить. И вот это облаточки на паспорт с инициалами. Вот так у меня всё получилось. Только что вот буквально доделала. Сейчас вот приклеивала эти надписи термотрансферные. И, в общем, вот 9 штучек у меня сделано. Я их делала для своих коллег по работе основной. И я хочу сказать, что я очень довольна самой термотрансферной плёнкой. Я не часто её применяю, скажем так, скажем даже очень редко. Но всё-таки, да, я заказывала в разных магазинах у разных девчонок. И я хочу сказать, что я не знала этого раньше, но теперь понимаю, что, оказывается, плёночка всё-таки бывает разная. Где-то лучше, где-то хуже и так далее. Почему я так говорю? Потому что вот руки у меня одни и те же. Это я к тому, что... Если уж они запарывали бы вот эти все, да, наклеивания термотрансферной плёнки, то они бы запарывали в любом случае, при любом подходе и так далее. Но всё-таки у меня когда-то получается... Когда я первый раз делала, переводила такую плёночку, да, у меня всё идеально прошло, всё хорошо. Нигде у меня кожзам не повело. Сама плёночка легла ровно и так далее. Потом я применяла ещё, и у меня что-то... Постоянно было что-то не так. То плёнка как-то изогнётся, волной пойдёт, то кожзам по краям как-то тоже отреагирует неправильно. Вот здесь я хочу сказать, я приклеила надпись, закрыла ткань, тканюшкой, два раза провела, плёночку снимаю, у меня всё, вот эта вот сама плёнка, она остаётся на месте, вообще нигде ничего не сдёргивается. Опять закрываю тканюшкой, провожу, и оно идеально... Вот здесь, конечно, мне пришлось постараться, потому что тут сам кожзам, понятно, что рельефный, и с ним понятно, что потруднее работать, именно приклеивать термотрансферную плёнку. Но на других, где кожзамчик, как это сказать, гладкий, да, вообще никаких проблем не было, так оно всё чудесно приклеивалось, переводилось, что у меня прям даже слов нет. Я очень довольна качеством плёночки у Космокотиков, поэтому я всем советую там покупать надписи. Ну и цены там, конечно, я не скажу, что какие-то заоблачные, мне очень цены понравились. В принципе, я думаю, что это средние цены вообще на этом рынке, да, на рынке надписей термотрансфера. Вот, что показала вам вот эти обложечки, что ещё мне вам показать. Мне, наверное, показать больше нечего. Вот я доделала две эти обложки для планеров. Это просто обложки, я их склеила, да, с внутряжкой. И эту, и эту. Не помню, что до этого показывала. Ну, здесь у меня вложены эти разделители, которые будут. Вот, и пока у меня нет сил закончить это всё дело. У меня в последнее время какая-то такая хандра, что ли, я не знаю. У меня перестало всё получаться аккуратно. Вот я не знаю, поймёт ли меня кто или нет. Я обычно всегда за аккуратность. Но почему-то в последнее время у меня то клей где-то вылезет, то и я намажу чем-то что-то. Я не знаю, с чем это связано, но вот как-то покинула меня аккуратность, и я в связи с этим перестала скрапить. Я, наверное, уже неделю не скрапила. Вот сегодня только взялась доделать всё-таки эти обложки, потому что, ну, уже завтра их дарить, и мне просто пришлось за них сесть. Если бы, допустим, Новый год был через неделю, я бы села за них через неделю, потому что, ну, вот нет какой-то, какой-то муза покинула, вдохновение ушло. И, в общем, вот, настроя на скраповую деятельность вообще нет никакого. Это вообще действительно странно, потому что я обычно, даже если сильно выгораю, там, после какого-нибудь большого проекта, я восстанавливаюсь дня за два, за три максимум. И потом у меня уже всё рвение делать хоть что-то, хоть что-нибудь, хоть маленькое, небольшое, но делать. А в этот раз нет. В этот раз уже больше недели я ничего не делаю, и вот, и даже не хочется. Но я решила записать это видео всё-таки. У меня есть заказ, который мне нужно сделать к концу января. Большой альбом свадебный, и у меня как раз пришли материалы для этого альбома. И я понимаю, что мне всё равно за него садиться надо. И такой, знаете, ещё момент, что сейчас в празднике у меня сыночек будет дома, соответственно, я не смогу работать днём. А вдруг вдохновение нахлынет на меня какой-нибудь ночью, да, мне надо будет работать, а я не покажу покупки. Это будет... Ну, я расстраиваюсь, когда так получается. Поэтому я решила записать видео о покупках. Ну, и заодно снять такой небольшой влог. Или большой, не знаю. Я уже, наверное, наболтала нормально. Я уже на 20 минут наболтала. И, по-моему, я ещё не всё сказала, что хотела сказать. Вот. Я вот сейчас оглядываюсь по сторонам и думаю, что-то ведь я ещё хотела показать. Я не могу припомнить, что же это. Вот. Так. Ну, альбом я, по-моему, вам детски показывала в прошлом влоге. Машинку показала. Так. По поводу декабрьского дневника моего. Кстати, это вот как раз альбомчик победитель. И это сразу приз. В общем, не веду я декабрьский дневник. Ну, я, знаете, так и ожидала, что я от себя другого, скажем, и не ожидала. То есть вот так, как я оставила, это чип-борд, который я вытащила из обложки и по краям белым покрыла. Вот он пустой у меня лежит. Но, знаете, что я поняла? Я, видимо, не могу заполнять его без фоток. Вот как-то не лежит душа мне без фоток заполнять. А ходить, печатать каждый день я не могу. И что я решила сделать? Я решила просто накопить фотки. Я сначала думала, что я сделаю сначала половину. Ну, декабря, да, распечатаю фотки, заполню. А теперь я понимаю, что вот уже конец декабря я так и не распечатала фотографии за первую половину. Соответственно, наверное, я его буду разом заполнять. Я веду в телефоне заметки. Записываю такими сухими фразами, как проходят дни. И фотографии отбираю. Сразу их в телефоне редактирую. И, как бы, как сказать, складываю, да, грубо говоря, на электронную полочку для того, чтобы потом их разом распечатать и заполнить альбом. Вот так я решила сделать, поэтому, возможно, я в январе как раз и запишу. Может быть, конечно, это будет не актуально в январе, да, ну, типа, заполнение декабряского дневника в январе. Но, возможно, запишу я такое видео. Возможно, не запишу. Не знаю, как у меня, опять же, будет с настроением, потому что всё у меня делается под настроением. Вот, поэтому, может быть, будет, может быть, нет, такой видосик. И, наверное, это всё, что я пока хотела сказать. Может быть, я сегодня что-то поделаю и ещё вам кусочек какой-нибудь запишу. У меня сейчас в планах снять видео, отредактировать, поставить, рендериться и пойти в магазин ближайший за лентами красивыми. Упаковать сегодня подарки для мамули и сынули. И вот эти вот ещё обложечки тоже нужно упаковать. У меня закончилась лента. Вчера упаковывала подарки для маминых коллег. И у меня все ленточки закончились. Нужно идти срочно за ними. Ещё забегу, наверное, сегодня к Ольге Журавлёвой. Я как-то показывала одно из последних видео. Это распаковка из её магазина. Она мне в инстаграмчике написала, что меня ждёт подарок. И, кроме того, ещё я у неё кое-что-то покупала. Вот. Наверное, забегу, заберу, если получится. Ну и всё. Я дальше, если получится, что-нибудь поскраплю. А если не получится, то ничего не буду делать. И на этом видео закончится. Так что до новых встреч. Итак, время вечера. Уже почти 4 часа вечера. И что я успела? Практически ничего. Вот я успела запаковать эти обложки на паспорта для завтрашних подарков. Завтра я уже буду дарить. Повезу на работу. Всё, что оставалось у меня от моих проектов зимних, я сюда постаралась. Но ещё много осталось, на самом деле, украшалок. И вот. Я сюда всё дело применила. Так и не дошла я до магазина за ленточками. Решила так оставить. Я, кстати, на новой машинке вот сделала вот эти вот красивые зигзагообразные. Прошила, в общем, упаковочку. И решила так оставить. И без ленточек красиво. Меня тут в середине дня поздравила мама очередным подарком. Вот такая классная кружечка. Никогда не сдавайся. Очень здорово. Так вообще завтра на работу понесу. И буду из неё на работе кофеёк пить. Вот так. Вот такие дела ещё. Не успела запаковать подарки для льва. Вот сейчас буду срочно этим заниматься. И уже поеду за ним в садик. На этом всё. Это последний влог в этом году. Я вам желаю успевать всё делать вовремя. Счастья, удачи в новом году. И всё, наверное. Всем пока-пока.